Пушкари Матч начался очень удачно для нашей команды. В первой же атаке Алимао пасом нашел Аскердинью, а тот с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Буквально через 15 секунд бразилец мог оформить дубль, но второй раз переиграть Климовского не получилось. На седьмой минуте гости отыгрались. После розыгрыша штрафного самым расторопным в суполке у наших ворот оказался Тимошенко. 1-1. Прошло около 4 минут и новосибирцы вышли вперед. Диновцы забыли Сергея Покатыло на дальней штанге и позволили тому спокойно расстрелять Степанова. Команды продолжили игру на встречных курсах и во второй половине таймы. После нескольких упущенных моментов пушкари сумели отыграться. Данил Кутузов на скорости ушел от соперника, отдал передачу на Аскердинью. Бразилец в одно касание перевел мяч на Дамира Хамадеева, который и сравнял счет. 2-2. Но незадолго до перерыва новосибирцы смогли отличиться дважды подряд. Сначала Каневец хладнокровно реализовал выход 1-1. А минуту спустя великолепную контратаку завершил Пишек. 2-4. С таким счетом команды ушли на перерыв. В начале второго тайма мяч еще дважды побывал в наших воротах. На 28-й минуте Умберто прямым ударом со штрафного поразил дальний угол. Через три минуты Диновцы не смогли пресечь очередной контровыпок новосибирца, в результате которого вновь отличился Тимошенко. На 33-й минуте впервые в матче на площадке появился Карлиниус. Он определенно оживил и грудины в атаке, и в период с 35-й по 42-ю минуты бразилец поучаствовал в трех голевых комбинациях нашей команды. Сначала Карлиниус после передачи из Кердини отправил мяч в дальний нижний угол, поймав Климовского на противоходе. Позднее наши футболисты поменялись ролями, и уже Карлиниус дважды ассистировал из Кердини. Лучший бомбардир нашей команды после хитрых розыгрышей штрафных ударов сократил оставание Диновцев всего до одного мяча. За пять минут до финальной сирены, в надежде спасти встречу, Бета заменил вратаря на пятого полевого игрока, но буквально сразу же Николай Плахов перехватил передачу из Кердини и отправил мяч в незащищенные ворота. 5-7. Игра в большинстве у нашей команды продолжала не клеиться. Раззабивавшийся Тимошников к двум своим голам в равных составах прибавил еще два пустые ворота. На последней минуте пушкарям лишь удалось сократить разницу в счете до двух мячей усилиями Карлиниуса и из Кердини, который также, как и Тимошников, отметился в этом матче четырьмя забитыми голами. Таким образом, первая встреча Диновцев с Сибиряком Барбозы закончилась нашим поражением в 7-9. Наша команда находится в фазе адаптации, в работе. Будут случаться ошибки, будут случаться проблемы, но, как я сказал игрокам, каждый должен верить в себя. Команда есть все необходимое качество, индивидуальное и коллективное. И нужно наслаждаться игрой в футбол. На последней неделе у нас было достаточно много игроков, у которых были физические проблемы. На самом деле нужно просто использовать эту игру, продолжать дальше работать, смотреть на свои ошибки и готовиться уже к плей-оффу. Поздравляю тренера Сибиряка, чтобы у нас было много удачи, хороших игроков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!